Есть сознание. Есть что-то за пределами сознания. А дальше возникает вопрос, а что такое сознание? Вот слово «есть». А какие реальные явления за этим словом стоят? Вот. Ну, давайте просто посмотрим, какие реальные явления стоят. Вот человек спит. С точки зрения окружающих он в сознании или нет? Нет. Он без сознания. Ему снится сон, который он по пробуждении помнит. С его точки зрения он во сне был в сознании или нет? С его точки зрения во сне он был в сознании, потому что сюжет сна он помнит. Он помнит, как он осознавал этот сюжет, как он в нем действовал. И дальше выясняется, что некоторые в сюжете сна ведут себя как кинозритель в зале, а некоторые в сюжете сна ведут себя осмысленно волевым порядком, реагируют на изменения сонных обстоятельств примерно так же, как они реагируют в реальной жизни. Доказывать такому человеку, что он во сне был без сознания, ну, это заставлять его отказаться от того, что он точно знает. Но тогда возникает вопрос, а где было его сознание? В какой реальности? И как мы воспринимаем реальность? И тогда получается так, что если есть наши органы чувств, есть культура чувств, культура чувств – это продукты воспитания и самовоспитания, то сознание – одно. Если другой набор чувств, то сознание – другое. И тогда, в общем, чтобы все было понятно и непротиворечиво ни внутреннему опыту жизненному человеку, не с точки зрения того, как это дело выглядит окружающим, с точки зрения, то можно сказать, что сознание – это область информационно-алгоритмического отождествления души человека и вот этого самого мироздания жизни. Вот почему такое определение, оно удобно, и оно, в общем, отвечает практически на все жизненные вопросы. Потому что, так или иначе, мы информационно-алгоритмически отождествляемся совсем. И в процессе бодрствования, да, мы в сознании, мы бодрствуем. И в процессе сна всё протекает тоже в сознании. Другое дело, что, проснувшись, мы иногда сны помним, и тогда поток сознания, сна и бодрствования для нас непрерывный. Хотя есть скачкообразные переходы от реальности сна к реальности бодрствования. Что происходит в момент этого перехода? Просто происходит скачкообразное изменение области отождествления. От одной области отождествления с одной компонентой реальности, мы переходим к отождествлению с другой компонентой реальности. Я извиняюсь, что вы извиняюсь, можете рассказать о том, что отождествление? Тоже что. Ну, если речь идёт об информационно-алгоритмическом отождествлении, это означает, что в природе есть некая информация, есть некий алгоритм. Вы в результате того, что ваши органы чувств работают, получаете в своей психике дубль информации и алгоритмики, которые есть в природе. Вот этот процесс можно назвать информационно-алгоритмическим отождествлением. И сознание – это область информационно-алгоритмического отождествления души человека и мира. В смысле, это реально? Это неравенство, а это идентичность двух информационных модулей. Первичного, который есть в природе, и вторичного, который есть у вас в психике. Вот такой подход. Понятен? Нет. Так. То есть назад. Или, образно говоря, сознание – это то окошко, которым мы смотрим на мир, которым наши вечные душа смотрят на мир. Но это окошко такое, что мы можем им иногда произвольно, а иногда непроизвольно вертить. Поэтому иногда мы видим одно, одну компоненту реальности, повернули в другое, ушли в сон, там другая компонента реальности. Почему мы не помним – это другой вопрос. То есть отождествления – это не просто раненство, это еще какая-то связь, да? Ну, отождествления – это вот как копия и оригинал. В информационном отношении копии и оригинал, они должны быть тождественны. И чем выше качество копии, тем меньше различий между копией и оригиналом. Вопрос в пороге чувствительности. Вот такой вот подход, он, в общем, позволяет удовлетворить все потребности, потому что область информационного и алгоритмического отождествления, она у обычного человека одна. У пьяницы, который напился до чертиков, она изменилась, стала другой. У продвинутого йога, который там видит много чего и много где, она тоже присутствует, но она другая. Она пошире, поуже, в другом направлении ориентирована, это окошко, но тем не менее оно объективно присутствует. И сознание – это компонент нашей психики. Да, оно может расширяться, может сужаться, может быть перегружено, может уходить куда-то, другие области. И что извне может восприниматься, что человек находится без сознания. Но ведь в литературе описаны случаи, когда люди, пребывая под общим наркозом, или вообще в посттравматическом состоянии, после каких-то тяжелых катастроф или чего-то, они по возвращении в сознание адекватно описывали то, что было вокруг и как. сознание было, но оно не было связано с телом. Но тем не менее, оно было, оно функционировало. и было привязано к телу. Ну, оно к телу не было вот так. Тело было вне области отождествления. Ну, любое внимание, направление снестилось, да, внимание. И направление. Ну, если говорить о том, что вот наше сознание, как информационно-алгоритмическая система. В общем, оно довольно примитивно. Почему? Быстродействие 15 бит в секунду. То есть оно способно различать не более 15 информационных модулей различных за одну секунду. В чем это проявляется? Кино. Скорость проекции менее 16 кадров в секунду сознание воспринимает последовательно сменяющихся кадров. 16 кадров в секунду и более сознание не воспринимает последовательность сменяющихся кадров, а видит сплошной фильм. Плюс к этому для человека в большинстве случаев в предел 7-9 объектов одновременно. Ну, в общем, это неплохой показатель. Если вы начнете играть с кошкой, то кошке не нравится, когда против нее действуют двумя руками одновременно. Она может следить только за одной целью. А если вот двумя руками сразу, то она воспринимает это как элемент раздражения и либо уйдет, либо обидевшись на вас царапит. То есть, это еще не самые плохие показатели. Но в то же время есть свидетельства, что люди видели, что сознание способно смещаться в другие диапазоны частотные. В литературе описано на свидетельство одного из участников Великой Отечественной войны. На фронте во время атаки перед ним упал снаряд. И он видел, как в замедленном сне, как по корпусу снаряда поползли трещины. Из них начал прорываться газ и потом снаряд раскололся, его сколки поплыли в разные стороны и образовался вот этот огненный шар. В общем, он видел всю механику взрыва. Вот для того, чтобы отснять это, нужна сверхскоростная киносъемка со скоростью съемки порядка 10 тысяч кадров в секунду и выше. С 15-ти у него сместилось куда-то вот туда. Может, и скакнули, но это другой вопрос. Сейчас мы обсуждаем не биохимию организма, а мы обсуждаем психику как информационно-алгоритмическую систему. И в то же время известно пресловутый 25-й кадр. Сознание его не воспринимает, но тем не менее он оказывает некое воздействие на психику. Хотя то воздействие, которое он оказывает, ну, во многом мифологизировано и преувеличено. дело обстоит таким образом, что все обработки информации в нашей психике занимается то, что называется нравственностью. Вот если 25-й кадр предлагает информацию несовместимую с нравственными стандартами, то его как и не было. если же он предлагает информацию с нравственными стандартами совместима, то вероятностно статистическом смысле будет реакция в стиле 25-го кадра. Некоторым образом связанность. просто если 25-й, если мы 15-й ослежим, то в принципе там мы 16-й. почему дело в чем? Почему он называется 25-й? Вот 16 кадров в секунду это минимальная скорость проекции. 24 кадра это стандарт кинематографии. Ну, поскольку там 24 кадра, то появляется вот этот неучтенный 25-й так называемый. Ну, не обязательно 25-й. Главное, чтобы он повторялся там не чаще, чем вот раз в 16 кадров. Тогда он будет проходить мимо сознания. То же самое касается и наложения на звуковой диапазон разного рода инфразвуков. То есть есть вариант, вы записываете некое послание, потом растягиваете его по частотному диапазону, из диапазона слышимости оно уходит в область инфразвука. Потом вы записываете некую мелодию, на нее накладываете этот инфразвук и поехало. Бессознательные уровни психики, они услышат и мелодию, на которую вы наложили, и то послание, которое вы перевели в инфразвуковой диапазон. Но бессознательные уровни психики, как система обработки информации, они на порядке превосходят то, что доступно нашему сознанию. В частности, вот если опять же возвращаться к вопросу кинематографии, то бессознательные уровни психики успевают прорисовать те фазы движения, которых нету в кадре. Ни в одном кадре киноленты нету, но бессознательные уровни психики в состоянии их прорисовать то, что между кадрами. Ну, опять же, если возвращаться к компьютерным технологиям, то обработка изображения, сами знаете, это один из наиболее информационно емких и алгоритмически трудоемких процессов. Вот.